На своем канале я снимала два видеоролика про амурский виноград, где подробно вам про него рассказывала. Единственное, я вам не показывала его поздней осенью, когда весь он усыпан вот такими синими гроздями. Единственное, что хочу вам напомнить, что в Подмосковье это одна из самых быстро растущих лиан. И если вам нужно, как вот в нашем случае, отгородиться от соседей, в данном случае мы отгородились от уличного туалета, или вы хотите, чтобы он обвивал вашу беседку, то, конечно, очень подходит амурский виноград. Он очень быстро, да, собственно, это видно, да, оплетает любое, так сказать, ограждение. И, конечно, ваша беседка будет прекрасной, или вы замечательно закроетесь от соседей. Вот такие замечательные грозди. Видите, здесь он усеянный. Ну, где-то я сейчас вам, наверное, покажу. Это сама ягода. Ну, вот, смизинец. Единственное, конечно, его можно применять в компоты, в джемы, в желе. Ну, в принципе, он, да, все-таки, как говорится, не совсем такой десертный плодовый виноград. Хотя, вы знаете, мои знакомые всегда, когда приезжают к нам, очень любят, когда он созревает, поскольку считается, что виноград очень полезен с косточкой. И пока он вот такой вот молодой, у него очень, как говорится, мягкая такая косточка, которая не повреждает зубы. И они с удовольствием его едят с костями. То есть, он у нас, как говорится, ближе к зиме уже весь объеденный. Ну, и также, естественно, его с большим удовольствием едят птицы. Да, то есть, амурский виноград привлекает в ваш сад птиц, что очень полезно для вашего сада. То есть, если вы посадите амурский виноград, он у вас буквально за пару лет, да, обовьет беседку или неприглядно, я еще раз повторяюсь, какое-то место, да, по осени у него будут очень красивые такие ярко-красные пурпурные листочки. И уже совсем поздней осенью, как в данном, да, случае, у нас наступает уже, как говорится, третья декада октября, будут вот такие замечательные синие ягоды. Очень красиво, очень, как говорится, декоративно. Поэтому сажайте амурский виноград, который совершенно растет без проблем, засухоустойчивый, морозоустойчивый. Его нужно только один раз хорошо посадить. Но это я вам все рассказывала. Могу лишь напомнить, что под него нужна точно такая же яма, как вы сажаете дерево. Ну, в принципе, это все. Наслаждайтесь декоративным виноградом. Точнее, не совсем декоративным, да, то есть декоративно он, как говорится, цветет, плодоносит, украшает сад. Он все-таки плодовый.